Привет, Тосики, с вами Диана, вы на канале Дили Плей. И так как вы уже поняли по названию, сегодня у меня и у моих родителей будет челлендж. 24 часа родители говорят только да, ура! Ура, не завтракай! О, у меня уже есть первая идея. Я заставлю родителей принести мне завтрак в постель, и Лилечке тоже. Папа, неси в постель! Не лень вставать! Давай! Сегодня 24 часа, родители говорят только да. И папа не сможет отказать. Ну что, где там мой завтрак? Сейчас будет. Вот где она. О, завтрак приехал. В постель, понимаете ли? Там как заказывали. А без разницы. Что там такое? Что? Чаёк, кашка, овсяночка и свирок. А можно вы вместо меня съедите овсянку, нет? Ммм, овсянка? Так а ты что будешь кушать? Овсянка, полезная кашка, очень полезная на завтрак. Но я не хочу, может быть вы съедите? Нет. А, да! Да! Это не моё? Ты же не мою есть овсянку? У меня бутербродики с чайком будут. Вот это да. Да тогда! Меняй овсянку на бутике. Я тоже. Найдёт? Нет. Нет? Я-то говорю. Ладно, приятного аппетита! Всё. Идите. Ну, вы покусали? Да! Молодцы! А постель и застелили? Давайте, а постель любимый постелай. А вы сможете за меня и за Лидию застелить постель? Ты где мы спрашивали? Ты застиваешься? Нет! Да, басунда! Ну, что сможет? Это, выходит, мне нужно... Лиля, походу, чистее спит, чем я. Чистее. Чище. Аккуратнее, да? Аккуратнее. О, тут у Дианы какие-то... Ой, Гошик! Гошика не трогай. Лови. А, бешеный бегемот. Бегемот улетел. А, бешеный медведь. Живой медведь. Я с ним сплю. Я сплю. О, Боже, Лиля падает. Я сплю с Гошиком. Это Гошик, знакомьтесь. А я сплю. Сколько я там улышку лет? Я... А я с этой кошечкой. Лет 10 есть. А я с кошечкой сплю. А кошечке Годик всего лишь. Нет, два Годика. Годик. Молодец. Годик, я тебе на день рождения задрила. Только заранее, потому что Лиля приспичила. Лиля приспичила. Мне неудобно здесь. Я нормально застила? Ну, такое. Ну, такое. А я тут тоже, походу. По-пластунски. Ты тоже там, ну, такое, да? Ну, такое, да. Нормально. А потом, когда мы сделаем челлендж, дети говорят родителям, да? Вы нам застелите нашу. А мы не будем устраивать этот челлендж? Да. Я думаю, зрители, если хотят такой еще челлендж, чтобы дети говорили родителям, да, они поставят нам лайков под этим видео. Мы по-любому... Пожалуйста, нет. Нет. Нет? А мы говорим, да. А еще мы потом, может быть, устроим челлендж, дети говорят, нет. Мы тебе такие будем говорить. А давайте мы вам сделаем челлендж. Видите витро мороженца? Нет. Нет. А я не хочу. Я тебе купить 5 новых кофточек. Да. Нет. А мы сегодня поедем покупать новые кофточки? О. Да. Да. Ты хочешь новые кофточки? Ну, или футболочку, или какую-то обновочку на шопинг поедем. Да. Ну, по-сайту... Хино, поедем? Да. А то и кофточку, и обновочку, и футболочку. Это вы так шутите? Нет. Короче, у детей уже пошел челлендж, они говорят нет. Нет. Короче, мы сегодня полностью попали по полной программе. Сами согласились. Да. Я в этом не участвую. Да. Ну, что, нормально? Да, все, я уже справлюсь. У меня по-сайту не работал. По-сайту не стрих. Опса. Опса. О. Ну, как-то так-то. Ну, я вам разрешаю немножко поработать, а потом мы поедем на шопинг. Да. Да. Мы уже оделись ехать на шопинг, но ко мне закралась такая идея. Пойти попросить у мамы накраситься ее косметикой. Погнали. Мама, ты мне разрешишь накраситься твоей косметикой? Моей косметикой? Помадой? Не. Помадой могу дать? Не только. А что ты еще хочешь? Много чего. Разрешишь? Разрешишь? Ну, я не могу разрешить что угодно только. Челлендж. Да, я поняла. Да, да, разрешу, да. Только без тоналки, хорошо? Окей, без тоналки. Мам, кстати, я забыла спросить, а можно еще твоими дыхания задушиться? Да. Классный челлендж. Для некоторых. Довольна? Только у нас себе вшипнула. Ну, давай, краси, и уже будем ехать. Хорошо. И что же здесь делаю? Так. Возьмем маму на клинни. Если что, то я не специалист. Кстати, между прочим, я ждала этот челлендж для того, чтобы специально накраситься мамной косметикой. Мама мне не разрешила. Не знаю почему, мне же можно, наверное. Мама говорит, что я еще себя манит. Вот я уже тенями накрасилась. Так, теперь я хочу взять маму Мариану. Которую я маме, кстати, подарила сама же на ее детрождение. Уии. А нет, я лучше возьму ткор. Есть. Так, что же еще можно мазать? Душ. Испачкалась. Ну что. Как вам? И обожаю этот челлендж. Кстати, попросите родителей. Можно тоже такой челлендж устроить. Но я вам не советую краситься, потому что краситься это для кожи очень плохо. Но мне интересно. Эксперимент. Я на самом деле по жизни экспериментатор. Я, когда была маленькая, ну, в принципе, сейчас где-то, вот два назад, любила брать все, что есть, все гели для душа, все шампуни и смешивать все вместе. Ну, это было очень интересно. Еще добавлять туда духи и смотреть на что произойдет. Ой, и Лиля только сидит. А я сделала себе тоже макияж. Да, у Лили есть детская косметика. Да. Да, хочешь, тебе накрашу румяными? Я уже облакрасила румяными. Что, Лиля, у нас красиво? Вау, покажи, покажи глаза. Глаза, покажи. Скажи, передай всем привет. И что ты хочешь у мамы попросить? Помаду. Помаду? Хорошо. Какую помаду? Ну, ну, а где? Ого, вот этой? Монгле. Сейчас. Опа. Сейчас мы, наверное, Лилечка, можно краситься. Ну что, давай. Кстати, расскажу один секрет. Лиля когда-то у меня была коллекция помад. Штук 10 было. Разных цветов, розовых, ну, красных не было. Всяких разных. И эта мадам взяла, забрала мои помады, накрасила себе ними все лицо, все тело и пришлось выкинуть. А помады как бы были красивые. Да, Лиля? Ну что, поехали? Покажись. Красотка. Все, поехали. Поехали. Мы уже приехали на шопинг. Сейчас хочу пойти купить себе какую-то обновочку и потом придумать какое-то развлечение. Ну, наверное, пойти куда-то погулять и что-то интересненькое покушать. Да, Лиля? Пойдемте купляться? Пойдемте. Лиля уже делает первую примерочку. Кофточка. Такой пушистый мишка с пайеточками. Но они не переливашки, да? Они не меняют свое направление. Хотим еще померить вот такую толстовочку. Да, вот такую толстовочку. А не толстовочку. Толстовочку. Это как толстовочка. Она такая тепленькая. Вот, смотри. Здесь такое облако прикольное. Лиля любит всякие такие переливашки. А у меня есть такая переливашка. И еще штанишки. Но мне кажется, штанишки будут великоватые, но это самые маленькие, которые мы здесь нашли. Там еще, кстати, я нашла, где были. Еще меньше? Да. Я хотела, кстати, себе тоже брать этот костюмчик. Но я решила, что мне лучше взять для физкультуры. Потому что у меня уже маленький на меня костюм. Я решила взять себе ною. Ну что, Лиля, будем мерять этот костюмчик? Меряйте. Вот, Лиля, уже переоделась. Ну, прикольно тебе, Лиль. Твой размер. Да? И штанишки хорошие. Лиля, ну повернись. Вот. Ну, на Лилю, как всегда, все штаны в талии немножко великоваты. Я ей обычно ушиваю. Ну, а так хорошо. Да, Лили? Да, так красиво. Худышка. 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 Нравится такой костюмчик? Да? Все, красотка, берем. Тебе интересно с таким цветом. Все, берем. О, божечки. Теперь пойдем мне что-то искать. Я уже померила первую футболочку, которая мне понравилась. Я решила, что на физкультуру и в лосинах хорошо походи. Лиля уже переоделась. Я мерила вот такую футболку. Я пока не одела. Я не одела. Да. Я сначала одела вот эту вот футболку, но она мне не понравилась. А вот эту одела XS размер. Но оказалось, что она на меня маленькая. Взяла Эльку и как раз. И здесь, кстати, кстати, здесь есть летающий единорог. Ты где? Вот, летающий единорог в космосе. Довольно прикольно. Мама, тебе как? Мне нравится. Прикольно. Я хочу, чтобы ты ищешь вот эту вот Микки Маус. Да, у меня будет третья одежда с Микки Маус. Микки Маус из того же магазина. Вот я померила вторую еще футболочку. Микки Маус. Кстати, прикольно. Мне нравится. Все. Лиля, ты уже второй раз говоришь. Лиля, просто она очень понравилась. Ну. Но у меня теперь... Какой ты будешь и ту покупать или эту? Мам, ты мне разрешишь брать две футболочки? Да. Да. Ну, бери две. Все, класс. Мне нравится. Позвольте челленджи. А теперь я хочу пойти с Лилой туда в игровой центр, поиграть в автоматы. Мама, папу, правда можно? Ну, правда, да. Можно было даже не спрашивать. Сегодня все, да. Сегодня все, да. Ну, давайте карточки. Все, карточки. Вперед. Все, погнали. Сейчас мы пойдем кушать. Правда, мама? Что? Мы идем кушать? Кушать, да. А что ты хочешь кушать? Я не знаю, что это вкусненькое. Мама, ты все не решила? Значит, мы покушаем пирешечку. Мама. С капусточкой, с морковочкой. С супчиком. А я уже в толсток. Да, уже четвертый раз. Лиля просто очень понравилась эта кофточка. Ну, что вы будете бросить? Вкусненькое еду. Вкусненькое? Да. Еще скажи, что захотим, то и возьмем. Да. Ага. Пишем? Да. Ага. Сейчас. Давайте мы закажем для всех. Я буду вот это. Что вот это? Авокадо. Можно еще попробовать. Ого, так оно самое дорогое. Это вкусное. Можно? Да. Можно, ладно. Так, потата, бекон и прошуто-трюфель. Ну, ладно. Слушай, ты выбрала, наверное, самые дорогие блюда. Не, они самые вкусные, мне не кажется. Но попробуем. Но это кажется только. Кстати, это недавно открылось, так что мы еще не пробовали. Это сегодня открылось. Сегодня. Да, так что будем пробовать. Да, давайте попробуем. Будем экспериментальными кроликами. Да. Там уже принесли первое. Ты куда? Я так понимаю, что это что-то такое с картошкой. Лиля, что ты зависла с картошкой фри? В общем, Лилечка заказала вот такую вот крутятскую американскую машину. Полную картошкой фри и... Бургером. Бургером. Чизбургером. В общем, вкусный. В принципе, чизбургер классный. Не такой, конечно, как в Маке, но тоже вкусный. Она любитель вот такого вот меню. Да, сочок апельсиновый, натуральный, все как положено. Ну, а к нам пришло... Вот, Диан, расскажи про вот это вот чудо в перьях. А перьям не вижу. В огурцах. В перьях. Здесь есть соус. Получается картошка, мини-огурчики и... Это приправка. И это лучок. Так, дегустируем. Давай, бери. Уже, по-моему, готово. Уже новое блюдо. Мы заказали вот таких вот три доски, получается, три блюда. Вот такое вот сигнализация. Вот такая вот у нас, как только наше блюдо какое-то готово, одно из, нас сигнализирует вот эта вот штука. Вот этот пейджер называется. И типа, идите, бегите. Кто голодный, налетай, не скупись. Это похоже на лаваш. О, да. Мне кажется, нам хватило бы одного на всех. Скорее всего, согласен. Но мы домой с тобой еще что-то берем. Мы просто хотели попробовать. Вкусно? 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 Очень вкусно. Ого. Я пошел, в общем, за следующим блюдом. Сейчас расскажем дальше. Вот такое вот второе блюдо. Вот это вот зеленое, это паста авокадо. Под ней лосось. Семга и лосось. 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 Соус какой-то, это, как вот эта вот трава называется? Рукола. Рукола, да. И, судя по запаху, сырная такая намазка. Рук. Да. Лилюська уже поедает свой чизбургер. Так. А Диана оценила, реально оценила. Так, да важно. А ну теперь ты дегустируй вот этот вот. Как он называется? Лосось. Пинца, лосось, авокадо. А ну-ка. Мы вообще любим сыновые пробовать. А нет? Да, тут много таких вот кафешек всяких разных. Ну, таких вот. Ну, а не ресторан, а кафешек. Быстро или как это называется по-другому. И разные кухни. Там есть Бейрут. Кто любитель такой восточной кухни, да. Там есть томатина. Классная такая штука. Кухня классная, да. Такая полезная, можно так сказать. Круто? Рыба. А соус классный, авокадо? Рыба. Да. Красная. Красная. Да. И шарики красные. Смотри, какой у меня. Он разбился. Он распался. Чего он распался? Такое бывает. Ну, держи, как положено. Двумя ручками. Приятного аппетита. Так что, если вы живете во Львове, то советую. Ты советуешь вот это вот блюдо, да? О, Пейджер сигнализирует, третье блюдо к нам идет. Я побежал. А вот так вот выглядит третье блюдо. Это называется прошутто трюфель. Тоже листики руколы. Мясо. Что это за мясо? Грибочки тут еще. Бекон, наверное, какой-то? Да, это такой бекончик. В общем, выглядит сильно вкусняшно. Я думаю, у наших зрителей уже слюнки потекли. Сто процентов. Мне интересно, что вот это вот такое коричневое. В смысле? Трюфель. Это что? Трюфель, наверное. Вот это. Скорее всего. Ты пробуешь место меня, потому что у меня вот здесь. Да, рот занят. В общем, нам зашла сегодняшняя кухня такая, да. Ужин. Лиля ставит лайк. Ну, поехали дальше. Ну, а мы кушаем. Приятного аппетита. То есть это еще не все. Это еще не все, да. Диана что-то уже надумала такое хитромудрое для нас. Мы даже не знаем, что это. Ничего такого тяжелого не будет. Ничего тяжелого не будет? Да. Главное, чтобы мы тебя не несли на шестой этаж пешком. О, нет. О, да. А ты такие идеи не подкидываешь. Ой, я все, я молчу. Я молчу. Только что к нам заходил папа и сказал, что уже поздно и нужно ложиться спать. Но, как правило, на выходных мы всегда смотрим какой-то мультик или фильм. Ну, короче, одним словом, мне не хочется спать. Так что у меня есть еще один план. Погнали. Лиля, ты со мной? Да. Ну что, пошли уговаривать папу? Пошли. Погнали. Пап, челлендж уже закончился или еще нет? Челлендж 24 часа, родители говорят, да? Да. Да. Ну, теоретически еще не закончился. Ну, так ты нам разрешишь посмотреть фильм и еще нам сделаешь покорни, да? Да. Так, уже поздно. Ну, так ты нам разрешишь? Еще покорни сделай. Да. Да. Ну да, вот. Все, теперь будем сейчас искать мультик и кушать попкорн, который нам сделает папа. Мы уже выбрали, ну, не мультфильм, не вышло мультфильм, потому что мы все смотрели. Мы выбрали комедию Патрик про собачку. Сейчас покажу. Вот. Надеюсь, нам понравится. Сейчас с минуты на минуту приедет попкорн. Или приедет? Не приедет, а придет. Наде вам. Попкорн. Спасибо. Приятного просмотра. Хорошо, спасибо. Только недолго. А вы ляжете спать? Сейчас. Сейчас 34, Юль. Идите спать, окей? Да. Все, пока. Спокойной вам ночи. Ну, я думаю, что на этой веселой нотке можно заканчивать это видео. Родители мы уже на сегодня хорошо помучили, мне кажется. Я, кстати, в новенькой футболочке. И Лиля в новеньком своем костюмчике. Так что можете еще писать в комментариях, какие нам челленджи еще установили. Может быть мы слили, будем гореть только нет или только да. Так что обязательно пишите в комментариях. Ставьте лайки. И спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова